Всем привет! С вами Владислав, интернет-магазин Кораблик Рыбака. В этом видео сделаем обзор и тест-драйв кораблика Tigre Pro с GPS и автопилотом. Итак, кораблик у нас Tigre Pro. Это хорошая модель корабля с бесколлекторным двигателем на прямом приводе. Бункер на полтора килограмма прикормки, уже увеличенный. В этой версии стоит у нас две фары передние, плюс два передних габаритных огня и два больших задних красных габаритных огня для ночной рыбалки. Дисколлекторный двигатель на прямом приводе. Ну, в общем, давайте включим кораблик и запустим его. Включаем пульт. Эти стики должны быть от себя, верхние. Левый стик на себя. После этого включаем кораблик. Связь произошла. У нас на пульте отобразилась телеметрия. То есть 12,17 это напряжение на аккумуляторе кораблика. Максимальная 12,6, минимальная 9. При 10 уже можно заряжать. И здесь у нас ниже вот GPS, нулевая точка и 12 спутников сейчас кораблик нашел. Дистанция 26 метров, это сейчас до нулевой точки на этом водоеме. Сейчас я перезапишу и покажу вам подробно, как работает с GPS-ом и автопилотом. Так, ну что, проверяем работу двигателя перед запуском кораблика на воду. Двигатели работают, повороты работают. Пора кораблик пускать в плавание. Так, поплыли. Управляется кораблик правым стиком. У кораблика скорость на автопилоте 180 метров в минуту. В ручном режиме до 250 метров в минуту. То есть это хороший скоростной катер. Сейчас я просто поплаваю, покажу вам, как он работает. Достаточно быстро и четко. Хорошие повороты. Сейчас я поплыву поближе, поразворачиваюсь, покажу вам, как он разворачивается. Поворот на малом ходу. Радиус примерно 2 метра разворота. Мотор работает четко, тихо. Дальность работы кораблика 400 метров. Ну, как бы заявленное производителем пультов 500. Ну, реально 400 метров это уже достаточно большое расстояние для работы кораблика. В правую сторону поворачивать чуть лучше, потому что направленный винт. Тут радиус вообще поворота в метр. Ну, и давайте покажу работу GPS-автопилота. Итак, первым делом запомним домашнюю точку. Переводим тумблер во второе положение. Выбираем нулевую точку. Этим стиком. То есть можно выбрать вверх первая, вторая. Выбираем нулевую. И я сейчас хочу перезаписать точку. Нажимаем вправо. Зажимаем стик на 5 секунд. И отпускаем. Save. На пульте указано. То есть сейчас кораблик запомнил домашнюю точку. Теперь переведем тумблер в первое положение. И отправим кораблик подальше. Ну, метров на 100. Чтобы понять, какая будет скорость завоза. И чтобы протестировать автопилот. Вот. У нас на пульте отображается расстояние. Вот 37, 38 метров. 49, 50 и так далее. То есть сейчас я корабликом заплыву на середину. Реки. Ну, примерно вот уже 82 метра. Так, где он? Ага, вот. 98. Вот, 101 метр. 104 метра сейчас до кораблика. Вот у нас кораблик. И вот у нас расстояние 105 метров до кораблика. Переводим тумблер во второе положение. Выбираем точку номер 1. Вот. И сейчас ее перезапишем опять же. Зажимаем вправо на 2 секунды. И у нас сейчас происходит перезапись первой точки. Вот. Первая точка у нас перезаписалась. Теперь мы отправим кораблик на нулевую точку в режиме автопилота. Переводим в третье положение тумблер. Выбираем нулевую точку. Вот у нас расстояние 106 метров. 12 спутников максимальное количество поймал кораблик. Кстати, можно начинать, работая с GPS-ом, после того, как кораблик поймал 6 спутников. И нажимаем вправо. Return. То есть сейчас я пультом ничего не делаю. И кораблик на автопилоте разворачивается. И сейчас будет ехать обратно на базовую точку. То есть пульт сейчас я вообще не использую. Он самостоятельно на автопилоте производит возврат на домашнюю точку. Автопилот стоит последнего поколения, четвертого, на данном кораблике. Кораблик плывет хорошо. Возвращается. У нас опять же на пульте показано расстояние до кораблика. То есть вот 8-5 метров, 1 метр до нулевой точки. Все. Кораблик прибыл на базовую точку у нас. Так, теперь развернем кораблик в сторону первой точки. И теперь что мы сделаем? Мы отправим кораблик на первую точку, чтобы он выбросил туда прикормку и вернулся обратно. Для этого переводим пульт в третье положение. Стик. Выбираем первую точку. Вот она, 106 метров. И нажимаем вправо. Все. Two-point. И кораблик самостоятельно поехал на первую точку. Сейчас он приедет туда, выгрузит снасть. И вернется обратно на автопилоте. Смотрим. Модель проб хорошая версия. Мы уже несколько раз переделывали комплектацию корабликов. То есть постоянно модернизируем их, делаем новые фишки. Сейчас мы приплывем обратно. Я вам покажу еще, что на этом кораблике есть. Почему плюсы? Так. Все. Кораблик у нас выгрузил снасть. Пульт у нас сигнализирует то, что кораблик выгрузил снасть. И сейчас он разворачивается. И возвращается обратно. Вот. Опять же на пульте управления у нас показано, сколько метров осталось у нас до точки. То есть сейчас кораблик, кораблик у осталось плыть 55 метров. Вот он у нас возвращается. Если потеряется связь с корабликом во время завоза, то кораблик вернется на домашнюю точку самостоятельно. Все. Кораблик вернулся. Теперь переводим тумбер в ручной режим. И подплывем корабликом уже в ручном режиме к нам обратно домой. Так. Теперь я покажу, как он поближе его. Познакомимся поближе. Итак. Сервисный люк у нас здоровый. Очень простой. Быстросъемный. Здесь у нас поворотный механизм. Вы поворачиваете, приподнимаете крышку и все быстро остегивается. Здесь у нас внутри большой аккумулятор. Шприц для обслуживания прямого привода. Прямый привод опять же идет. Вот. Все сделано хорошо. И надолго. Так. Габаритные огни. Первое. Это у нас фары. Вот эти вот два. Это направленные две фары. Будут освещать камыш. И то, что впереди находится кораблика. Вот эти габаритные огни. Это просто вот идет свет. И сзади два красных диодика. Они большие. И хорошо будет видно ночью при ночной рыбалке. Итак. Влагозащитная кнопка. Новую ручку мы стали использовать. Она пологая. Ни за что не зацепится. И большой бункер на полтора килограмма прикормки. Но опять же, полтора килограмма это достаточно много. Я там беру две кружки, завожу за раз. Плюс шток у нас идет на пружинке. То есть здесь идет уже защита. Снасть. То есть видите, я нажимаю, он двигается. Тем самым поломка при попадании штока при закрытии шторки на шторку уже исключена. Вот такой кораблик. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего сезона. До новых встреч.